как чистить стены за трубами в труднодоступных местах готовить эти места труднодоступные под обои делать я это буду с помощью углеродистых сеток надев их предварительно на такие вот терочки я уже об этом показывал номер следует взять 180 или 200 вот номер и это как раз тот случай когда можно вышкуривать стены без терки то есть просто руками с помощью вот такой вот углеродистой сеточки можно даже старую взять не обязательно новую начну пожалуй с верхней части вот здесь за трубу сначала почищу это естественно сначала надо начинать всегда сверху потому что пыль будет падать низ, низ, низ и так ниже, ниже потом мы ее с пола соберем респиратор обязательно я его не буду одевать, мне надо говорить ну и конечно светом надо светом надо вооружиться у меня вот две лампочки такие сюда повесил галогеновый прожектор сверху специально закрепил чтобы снять и почистить просто рукой вот так берем в руку сетку и за трубу засовываю круговыми движениями чистим пина неровная, поэтому лучше чистить не теркой а просто рукой шпателек вот еще возьмите на всякий случай чтобы подлазить вот его удалять удалять наплывы можно старую сетку а вот в этом месте в углу с помощью терочки и трубу сразу аккуратненько только ниже опускаемся потихонечку вот так шпательком очищаем здесь куда можем залезть здесь шпатель лучше взять поменьше поуже ну вот такую десяточку и теперь рукой вот если оставить в таком состоянии обои не наклеятся должна быть ровная пусть искривленная но без ямы без шишек плоскость к сожалению по-другому здесь не сделаешь ну только если менять трубу стояк источку сухую и сметаем пыль сразу чистим преисподнюю шпательком шпательком пробежали все всего это следует избавляться иначе все будет это мешаться клеить обои будут отрываться будут отрываться эти куски шпаклевки от подогонника от всех тех мест где их не почистили будут попадать в клей под обои будет очень проблемно поэтому как можно лучше надо почистить итак 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 Где можно, где получается, там залазим с помощью терочки. Стояк, как можно меньше трогаем и не допускаем никаких деформаций. Чистим его аккуратненько, потому что если он лопнет, будет жопа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бум-бум сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кисточкой смытаем пыль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кисточкой смытаем пыль, периодически, чтобы видно было, что еще не почистили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В таком состоянии, в принципе, можно оставить вот такие вот небольшие ямочки. Остались, они заклеиваются, она будет натянутся, ничего страшного, не отойдут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лучше уже не получится. Выметаем сразу пыль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так более-менее достаточно. Сметаем всю пыль с почищенной поверхности, с пола и грунтуем сразу это дело, после чего я сейчас повешу радиатор на место. Грунтуем, чтобы сразу забыть, оставить до лучших времен, когда начнем клеить обои, снимем радиатор и наклеим обои. Лучше это делать, конечно, с помощью строительного пылесоса, но у меня нет пока. И вправду преисподне, как вот сюда залезть, как подлезть? Руками что ли? Пыль убрать. Музыка 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 Махнули со стены, с преисподней смахнули, с пола вывели и грунтуем. Можно глубокого проникновения, но лучше обычной интерьерной грунтовкой, известной производительной. Музыка 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 здесь не подлезть а теперь водичкой вот губочкой сразу трубу протираю под оконик куда попала грунтовка с помощью воды губки протираю если этого не сделать то грунтовка высохнет и образует клеевые пятна которые просто невозможно очень сложно впоследствии удалить правда преисподня еще обои клеить сюда мучиться скоро смотрите обязательно сниму здесь пошире кисточку лучше взять или валиком пройти вот такая картина еще раз кусочкой потираем заодно и какая шпаклевка если осталось удаляем и можно сразу повесить радиатор до тех пор пока соберемся клеить обои подписывайтесь на мой канал с вас лайки колокольчики с меня новое интересное видео и оно будет о том как клеить обои в этом труднодоступном месте преисподней